После череды ежегодных музыкальных фестивалей Владивосток взял паузу. В 2018-м знаменитого Верокса не было. Город успел соскучиться по музыке, особенно в таком масштабном и международном формате. Этим летом мероприятие возродится, правда, уже в несколько другом обличии. Но, как отметил на специальной пресс-конференции сам Илья Логутенко, новый Верокс-экспо порадует и где-то даже удивит приморскую публику. За несколько лет стало понятно, что не музыка единой. И вокруг музыкальных выступлений есть другие, скажем так, активности, которые не только объединяют людей, но и остаются после фестиваля. Потому что, с одной стороны, концерт может быть интересным, кто-то не дошел, не дошел. И какие-то вещи должны оставаться. Новая версия экспо – это целый фестиваль культуры. И в его программе стрит-арт, выставка дальневосточных художников, гастрономические вечера и даже спортивные мероприятия. Концепция участников все та же. Она объединяет людей Востока и Запада. Поэтому в Владивостоке вновь будет немало гостей с различных уголков мира. От музыки Верокс, конечно, тоже не отказывается. В этом году масштабность сменили на насыщенность. Больших открытых сцен на набережной не будет. Вместо этого музыканты практически в режиме нон-стоп будут выступать в баре «Мумий тролль» и в соседних ночных клубах. Есть группы из Москвы, Петербурга, Китая, Японии, Индонезии даже. Кто-то приезжает сам, как, например, португальская группа, извините, произносим название с аббревиатурой DSCI. Они едут сами сюда из самой Португалии на Газелье, насколько я знаю. Представляете, да какое. Вот это их будет конечный этап выступления. Уж не знаю, доберутся они вовремя или не доберутся. Активными площадками Верокс будет радовать все три дня с 21 по 23 июня. Вход на мероприятия и концерты бесплатный. Правда, если вы не регистрировались на сайте, то в порядке живой очереди. С программой всего фестиваля можно ознакомиться также на официальной страничке в интернете. Максим Яковлев, Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.